Вы пришли в музей Яну Шакотчика. Меня зовут Наталья Анатольевна, фамилия Часововская. Я учитель английского языка. Но я тоже, как бы, в то же время я, как бы, восклавляю этот музей. У нас историк, женщина Светлана Васильевна, она является директором музея. Это чудесная женщина, которая руками учеников нашей школы и ее руками была создана этих два музея. Сегодня очень жалко, что ее нет, потому что она болеет. Значит, я буду вместо нее. Моими помощницами будут наши ученицы две. Это десятиклассницы, чудесные девочки. Это Анфиса и Ка. Очень приятно, что вы пришли в наш музей. Музей Яну Шакотчика. Вот многие спрашивают, а кто такой Яну Шакотчик? Вот скажите, вы знаете, кто такой Яну Шакотчик? Кто-то знает? Это человек. Это естественно. Да. Это уже первое. Да, это человек. А кто еще Яну Шакотчика? Ну, который приходил в ссорик, и нам рассказывал, что это был человек, который не сделал ни одного плохого дела. Так. И он говорил, что именно он один, ну, каждый человек не может сделать что-то плохое, то есть должен делать что-то плохое. Он был евреем, он был евреем, это тоже очень существенно так. Детский психолог защищал детей. Вы знаете, вот так еще какие у вас есть. Он детдом не только для детей вот именно своей страны сделал, а и для немецких детей, но и разных. Хорошо. А еще? Ну, вообще, они его очень любили. Он любил Польшу как... Любил, правильно, очень хорошо. А еще какая? Он описал книжку на Сибири Невзии. Да, как любить. Хорошо. Значит, смотрите, кто такой Яну Шакотчик? Во-первых, это был по профессии врач. Врач, он вырос и поступил в Варшаву в институт, был врачом. Я вам не буду, понимаете, я вам жарко скажу, потому что Анфисочка вам расскажет подробно. А я вам скажу в общем. Он был врач. По призванию души он был педагог. Потому что, когда он лечил детей, он очень хорошо поднимал психологию ребенка. Он понимал, как помочь этому ребенку. И вот, будучи врачом, он уже стал педагогом. Он был одним из первым, кто начал... Ну, как одним? Тем, кто организовывал, начал организовать в Польше приюты для бездомных детей. Он был евреем, правильно. Он родился в богатой еврейской семье. Но он жил в Варшаве. Он говорил, я еврей и поляк. Для меня не существует ассоциальности. Я люблю и польских детей. Я люблю и еврейских детей. И когда судьба так сложилась, что он, так как он был врач, его профессия была врачом, во время Первой мировой войны, всех врачей, вы знаете, что призывают на военную службу. И он был врачом во время Первой мировой войны. И судьба его забросила в Киев, на Украину. И тут он тоже начинает заботиться, если на фронте он заботился о раненых, а по приезде в Киев он начинает заботиться об украинских детях, которые остались сиротами. И в то же время, в перерывах между боями, между своей работой, он пишет книгу, такую знаменитую книгу «Как любить ребёнка». И вот на основе этой книги создана Конвенция о защите прав ребёнка. До Корчика никто не поднимал такого вопроса, что ребёнок имеет права. Наравне со взрослым, вы знаете, взрослые имеют права, но дети тоже имеют права. И Корчик был самым первым человеком, который начал говорить об этом. Понимаете? И многие спрашивают, вот почему у вас музей Корчика? А почему у вас не музей Макарника? Почему у вас не музей Сухомлинского? Они же тоже педагоги, и при том они русские, там, украинские педагоги. А у вас музей евреев и поляков в то же время, потому что Корчик себе мыслил и евреем, и поляком. А мы отвечаем, потому что Сухомлинский и Макаренко были учениками Корчика. Это они были теми людьми, которым Корчика они именно учились. Вы поняли? Вот поэтому мы создали этот музей Януша. Я ученица 10-го класса, экскурсового музея Януша Корчика. Я уже присутствую три года. Первого года я представляла наш музей на начале районного конкурса, по Тимуському конкурсу экскурсоводи муниципальных музеев. У Сима была миссия. Первого конкурсика я почула от директора нашего музея Светлана Васильевна Петровского. И тогда я очень интересовалась с этой особенностью, он мне захотелось узнать про него с нами себя наибольшее, и рассказать о другом людях про Януша Корчика. Януша Корчика был ликером, педагогом и письменком. В нашем музее сберегается очень много экспонатов. Это и книги, в разных точках света, и фотографии, и малюнки, а также на правилке жаль на счастье. Я вспоминаю вам, ясно, с Корчиком. Он сгорелся во время Второй войны, а те, что осталось, приезжают в Миршаре, в одном месте. Наш музей знакомится с педагогой Корчика, с его комнатами, с его великой любовью. Корчика сейчас называется «Цвятинский церков». Януша Корчика была первой человеком, которая начала говорить о правах детей. Вы, наверное, уже знаете, что современная конвенция ООН о правах детей, она грунтается именно на идеях Януша Корчика. 70 лет назад, заради этих идей, она погибла с литками в Табур-Смерти. И хотя видимостей про Корчика осталось немного, и информации мало, все же центром нашей экспозиции можно считать его портрет. Можете ближе немного подходить? Швиденька, и раздавите, пожалуйста, який портрет? Бачите, незвичайный портрет. Хочу сказать, что это оригинал. Это подарок, сделанного нашего музея. Портрет французского художника с Ютубом, который является членом международного Корчукского товариства. Зверните увагу, что художник точно и влучно передает образ Корчика, потому что в голове Корчика изображены дети. Адже Корчук постоянно думал про безопасные права детей. Он сказал, что нема детей, а только люди. Просто с другим опытом, с другими впечатлениями. Памятайте, вы их не знаете. Ниже в лучшем Корчика в залезничных рилках укладывается шестикутная зерка. Это зерка, где вы видите своего евреяства. Адже по мрови и по мрови Януш Корчук был евреем. Справедная имя этого человека Геннадий Польщик. Он родился в Варшаве. Уходился в польской политике. Все свои педагогические работы и творения Януш Корчук писал в польскую мову и вважал Польшу в своей предприятии. Но про свою религию, принадлежность к тому, что Корчук был евреем, Маленькими хлопчиками довелися зрозуміти очень раньше. Когда он был маленьким, он имел Путашку, канарийку. Он ее очень любил, но на превеликий жаль стало так, что Путашка померла и дитина хотела сделать могилу для нее и поставить на нее хрест. И когда маленький Генрих вошел в сад, то сын миссионного дверника побачил это. И он крикнул, что ты ставишь хрест на могиле, если ты еврей, то это означает, что твоя канарка еврейка, то ты не имеешь права ставить на могиле хрест. И, конечно, для детей это было большое потрясение, потому что короче, коллеги дитини не думали, что людей делят на евреев и на их услугу. Когда хлопчику выгодно 11 лет, стало так, что его батько, который был адвокатом очень теплым. Была родина, но в него выгодно душевный хорок и привезли его к психическим лекармам. Он сгодом помер. Поэтому в таком веке, как близко он был, может быть старше, хочет уже зарабатывать деньги. И он давал приватные уроки, как мы сейчас называем, репетитором, занимался репетиторством. Но он сгодом понимал, что нужно с профессией и он вступил в медицинский университет. Он стал очень известным лекарем. Его запрошивали очень молодые родители в Варшаве. Но важно отметить, что Корчук помогал и беднякам. Он очень часто не брал поле за то, что помогали у них детьми. и началась первая война, то Корчука внесли до Украины. Он некоторое время перебывал в Киеве. Он даже в школе недалеко в нашей школе на улице институтской. Он написал свою педагогическую работу, как любить детей. Он давал разные постановки и порады родителей. Он говорил, что каждый дитина имеет право на свои тихи, на свои слезы, на то, чтобы радиться, что ему понравилось. И минулый год для нашего музея официально ЮНЕСКО был назван короком Яноша Корчука. Очень много экскурсий проводилось в нашем музее. Но важнейшую для нас это установление на улице Володимирской мемориальной дошки Корчука. Я хочу обратить вашу макет дошки. На улице Володимирской Володимирской мемориальной мемориальной дошки дошки культуры и скульптор Иван Горьков создал дошку и для нас очень жест подавал нам культуры и культуры Иван Горьков создал дом сибирь 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 Он находится на месте в Крахмане. Бачите, там також останній полок. Там была расположена комната Януша Корчика, очень маленькая, луськая комната. Но если какая-то дитина, надеюсь, хвоила или она просто была сильная, поведенчена, то Корчик обовязково брав ему до себя эту комнату, доверял за ней и следовал за ее поведение, потому что он считал, что работа лекаря – это лишь усиливать какие-то физические хворобы. Но за каждой физической хворобой стоит какое-то переживание, какое-то духовное потрясение у дитины. Дитина не может просто так взять и захворять, возможно, что-то ее сильно засмутило, и это стало причиной их хворобы. Життя в доме сирит было очень интересным и разноманимым. Вообще в том, что вся влада належала детям, а не вчителям. Тут был создан особенный суд, детский суд, и было написано, складано такой кодекс законов. Он складывался в тысячу сперти, причем 901 статей закончились такими словами. Его нужно предвидеть, он не подумал, он был сумнен в тот день, он понимал свою провину, он извинялся. То есть, Польша считает, что суд, он нужен для того, чтобы в чем-то звинувачивать дитину, ее пригнишивать, позволить ее извиниться перед ним. А дитина должна сама осуществлять свою провину и извиниться перед тем, как она обращается. Также очень интересно было, что за любое достижение, которое было в учениях, надавалась певная листовка. Вот, например, листовка с квитами. Она надавалась этой дитине, которая почистила 3000 фунтов картона. Или листовка с видами Варшавы. Она надавалась этой дитине, которая очень соответствовала черпанию. Здесь нет, на жаль, еще одной листовки. Но это листовка с изображением тигра. Она надавалась самой неслухняющей дитине. Цикавим был подбор вчителей. Я отправила вчителей на работу в ДНК. Когда человек работал месяц или два, проходил попробование темы в ДНК, после этого Корщик собирал всех своих детей. Он ставил две большие коробки. Дети кидали або белья, або черные колеси. И вот количество комитетов она обозначала. Чи человек остается работать в ДНК, или она должна идти. Жодного разу на работу не принимался учитель, который не понравился учить. Это было впервые именно в ДНК. Хотя мы должны понимать, что дать полную свободу детям – это не так просто. А нужно все-таки держать какую-то дисциплину. И вот в этом Янушу Корщику помогал его лучший друг и помощник Стефаній Влечинська. Про нее и про дальнейшую долю ДНК вам расскажу и про экскурсовод Катерина. Спасибо. Как уже сказала Анфиса, я буду рассказывать вам про последние годы життя Янушу Корчука и долю с родинцем. С начала я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот стенд. Тут рассказывается про Стефаню Влечинскую, которая была в помечнице Янушу Корчука. Стефаня Влечинська родилась в замужней, в очень многом еврейской родине. Она училась в Бельгии. Но из самого дитинства она знала, что ее назначение – это быть педагогом. У ДНК Срит Стефанія Влечинська следовала за теми, чтобы детям всегда хватало ежи, чтобы была чистая постельная милизна, чтобы хватало леков, если кто-то захотел. Просто следовала за порядком. Стефаня Влечинська во время работы в доме Срит отвезли в Палестину. Там у нее была возможность остаться, створить свою карьеру. Но любовь к детей, любовь к своей работы, все-таки победила. И она вернулась в Варшаву, в доме Срит. Стефаня Влечинська была одной из тех помечниц, которые остались с Корчуком до остального милица. Сейчас я хочу, чтобы вы свернули мало на газету. У Сиротинця створилася газета. Яна Шкорчук был первым, кто был основником такой идеи. У эту газету створили самі учени, самі вихованці будинку Срит. Они были редакторами, были репортерами, то есть сами ее створили. Наш ліцей принял эту традицию, створил свою собственную газету. Спочатку вона называлась «Хловские новини», как вы можете видеть, а сейчас воно называется «77 меридян». Как и тогда у Корчука нашу газету створюють самі ученики. Сейчас я хочу свернуть увагу на газете. В 1936 году Яна Шкорчук Ведвів Ерц Израиль. Тоді він поїхав, щоб відпочити, тому що його робота була доволі таки важкою. Уявіть собі, управляти сиротинцем, де понад 200 человек, це дуже важко. Тоді, в 1938 році, вперше стали відомими припущення щодо фашистського нападу на Варшаву. Корчаку було запропоновано залишитись в Ерц Израилі, але він відмовився і поїхав до Варшави, де будинок сиріт потрапив до гету. Прошу сюди перейти. Для початку хочу, щоб ви звернули увагу на цю фотографію. Трошки ще, трошки ще сюди, вибачте, трошки сюди. На цю фотокартку, це остання фотокартка Яна Шкорчука, вона була зроблена фашистами, була особистість в праві Яна Шкорчука. На цій фотокартці ви бачите хворого, хволого чоловіка, але він був дуже сильним духом. Саме тоді Яну Шкорчуку було 64 роки. У 1942 році будинок сиріт, де працював, Яну Шкорчук потрапляє до гету. Гету – це певна ділянка, територія, декілька вулиць або кварталів, яка була огорожена величезною п'ятиметровою стіною, з якої виселяли звичайних людей і євреїв. Зазвичай гету було десь на окраїні міста, але у Варшаві гету було в самому центрі. Із намічного району заселялися 13 тисяч звичайних жителів і заселяли 138 тисяч євреїв. Тобто ви розумієте, що було дуже тісно, умови були жахливими, не було ні водопроводу, ні каналізації. Яну Шкорчук давав змогу відпочити своїм помічникам і тому сам з другого поверху по 5-6 разів на день виносив відра, які зміняли дітям туалет. Але навіть у таких жахливих умовах Яну Шкорчук знаходив час писати свій щоденник. Самі з ці щоденника ми дізнаємося про життя цієї видатної людини. Ось я хочу вам прочитати один із записів Яну Шкорчука у його щоденнику. Рядом з тротуарем лежить юноша, ще полуживий і ли тільки що умерший. Тут же запутались вірівки троєх дітей, граючих лошадок. Вони завітується, пытаються розпутати, спорять від нетерпеній і задівають ноги лежащого. В кінця кінців один з них говорить «Пойдем, він тут нам мешає». Вони відходять на нескільки шагів і продовжують займатися своїми вожами. Тобто з цього запису ми розуміємо, що у гетту помирало дуже багато людей, тому що не було їжі, тому що були жигливі умови. Януш Корчик якось намагався застерігти дітей від цього жаху, тому він навіть заколачував дерев'яними дошками вікна дитячого будину. Також Янушу Корчику дозволялося виходити за межі гетту. Саме в цей час він ходив по вулицям Варшави і просив їжу для своїх виховатців. Дуже багато людей допомагали йому, але терплялися випадки, коли його просто спускали зі східців. Тому що навіть звичайним жителям було дуже важко виживати у Варшаві. Але навіть у таких умовах 18 липня 1942 року Януш Корчик зі своїми вихованцями ставить спектакль «Пошта» за книжкою відомого індійського письменника Рабін Дрената Тагора. У цій книжці йдеться мова про маленького хлопчика, який дуже сильно хворіє і він помирає. Він лежить на ліжку біля вікна, де світить сонечко, на вулиці грають діти і він дуже-дуже сильно хоче потрапити до них, пограти з ними, відчути вдихнути все життя на повні груди, але йому не можна. У цьому спектаклі діти грають смерть ніби сон. Тобто хлопчик помирає під звуки мелодії, а діти приносять до нього хворішку квіти. Саме таким чином Януш Корчик готував дітей до найстрашнішого – до смерті. Він до останнього свого подиху сподівався, що дітей не зачеплять та дарма. Вже 22 липня 1942 року почалася депортація євреїв до табору смерті, до Треблін. 5 серпня 1942 року фашисти з Ненацька завітали до дитячого будинку. Саме у цей час діти снідали, але фашисти прийшли і сказали усім євреям на вихід. Януш Корчик спокійно зібрав усіх дітей, пошикував їх у колону по четверо та пішов на Бумшлат-плац. Саме там відправлялися табарні вагони у Треблінку. Януш Корчик поставив свою колону дітей у самий кінець, щоб вони не панікували. Тобто готував їх, щоб вони не злякалися. Попереду йшли вихованці, які вже були постарше, які вже допомагали Янушу Корчику як помічники. І вони несли прапор короля Мацюся. Ось ми з Анфісою зробили таку репродукцію його. Цей фрабор символізував дитячий дух. Януш Корчик шов попереду, тримав на руках одну дитину, а Заруповів іншу. Він почав співати пісню і діти підхопили. Хай Борю йде, ми не зламанімо. Зараз я хочу звернути увагу на цей стенд. Тут, якби зараз у Варшаві, зробили такий парк пам'яті всім загиблим у Треблінці. Хочу зуважити, що ходили такі міфи, можна сказати, що Янушу Корчику пропонував, підходив до нього офіцер німецький, та пропонував залишитися, поїхати з Варшави, але без дітей. Але Януш Корчик відмовився і був зі своїми дітьми до останнього коду. Також я хочу, щоб ви звернули увагу на цю ляльку. Вона також створена учнями нашого Кловського ліцею. Ця лялька символізує усіх померлих дітей у гетту та в Треблінці. Є такий фільм «Стівена Спілова» 1993 року, називається «Список Шинфера». Дуже раджу вам його подивитися. Саме там головний герой в певних моментах бачить маленьку дівчинку у червоному пальто. А потім, коли вже почалася депертація і почали вже спалювати людей, він бачить це червоне пальто у речах загиблих людей. Тобто це пальто символізує усіх дітей, які загинули тоді у Треблінці. Дякую.